Итоги формирования Корпуса общественных наблюдателей подвели сегодня на пресс-конференции, участие в которой приняли представители Общественной палаты Нинецкого округа, представители партии и некоммерческих организаций. 14 марта 2020 года президент РФ подписал закон о поправке Конституции РФ, о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти. И в соответствии с положением закона Общественная палата РФ и Общественной палаты в субъектах страны назначают наблюдатели в целях осуществления наблюдения за проведением общероссийского голосования, подсчетом голосов и установлением итогов. Формирование Корпуса общественных наблюдателей началось еще в мае. Тогда региональная общественная палата приступила к заключению соглашений с некоммерческими организациями, политическими партиями и региональными объединениями. С конца мая в общественной палате региона был запущен процесс заключения соглашений с некоммерческими организациями, политическими партиями, региональными объединениями, которые касаются формирования корпуса общественных наблюдателей за проведением голосования по внесению поправок. На сегодняшний день у нас заключено 9 соглашений, виду на 130 кандидатур. Никому из граждан, желающих стать наблюдателем, имеющим такое право, не было отказано. Сейчас завершается работа по распределению участков между наблюдателями. Процедура выдвижения кандидатов на сегодняшний день не закончена и продолжится до 30 июня включительно. Количество наблюдателей на голосовании не ограничено. Предложить своих кандидатов могут не только НКО, политические партии, различные объединения, но и просто активные граждане. На сегодняшний день заключено 9 соглашений, выдвинуто 230 кандидатур. Региональное отделение партии «Единая Россия» представило наблюдателей на все избирательные участки Ненецкого округа. В целом партия «Единая Россия» по всей стране, во всех субъектах нашей Российской Федерации обеспечивает направление своих наблюдателей, партийцев, так и сторонников партии только для одной цели. Мы хотим сделать процедуру голосования по вопросу одобрения поправок максимально честной, понятной для населения и в случае возникновения каких-то нарушений, провокаций, непонятных ситуаций, мы также будем оперативно реагировать и помогать нашим правоохранительственным органам, избирательным комиссиям любого уровня решать все вопросы в рамках закона и порядка голосования. Предметом соглашений с некоммерческими организациями, партиями, объединениями является установление партнерских отношений в целях обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за проведением щеросийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, подсчетом голосов участников, голосования и установлением его итогов. Также хочу заметить, что наблюдатели, как и члены избирательных комиссий, будут обеспечены всеми средствами защиты. Это и маски, и перчатки, и защитные экраны. Также наблюдатели будут уезжать на дом, то есть когда будут проходить выборы вне избирательных участков, то есть наблюдателям, члены избирательной комиссии обязаны предоставить место в транспорте. Среди тех, кто выразил желание помочь в проведении голосования региональное отделение Ассоциации юристов. Члены Ассоциации пишут разъяснительные статьи по поправкам, встречаются с гражданами, с общественностью, разъясняем с правовой точки зрения, что означает та или иная поправка. Ну и, конечно, мы не остались в стороне в этом важном мероприятии и заключили соглашение с общественной палатой для того, чтобы предоставить среди наших членов наблюдателей для проведения непосредственного голосования. Мы считаем, что это очень важное мероприятие, и общественность в нем должна участвовать. Очень важно, чтобы жители проявили активную гражданскую позицию. Это позволит обеспечить прозрачность голосования и соблюдение законодательства.